Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю арахисовое печенье. Очень люблю арахис с детства и все, что с ним связано. Люблю арахисовую пасту, люблю арахисовое печенье, арахис в шоколаде, козинаки, хаубу. Вот такая вот у меня любовь к этому ореху. Печенье получается невероятно вкусным, ароматным, нежным и рассыпчатым. Попробуйте приготовить это печенье вместе с детьми, они будут в восторге. Нам понадобится 300 грамм арахисовой пасты, сахар, соевое молоко или любое другое растительное молоко. Я сегодня готовлю веганскую версию, поэтому у меня соевое молоко, но также можно заменить его на 45 миллилитров ряженки. Столовая ложка прям с горкой муки и также я взвешивала получается 30 грамм цвета муки. Пол чайной ложки разрыхлителя и также 1 банан. Итак, как это готовится? Выкладываем арахисовую пасту в миску. Как приготовить арахисовую пасту, ссылочку я оставлю в описании под этим видео. В другой миске мы смешиваем сахар, разрыхлитель, муку и соевое молоко и добавляем это к арахисовой пасте и все хорошо перемешиваем. Банан нарезаем небольшими колечками. Теперь берем наше тесто. Делаем вот такие вот шарики. Если покажется, что немного суховато, можно еще подлить жидкости. Я вот вижу, что у меня немного суховато. И прямо руками вымешиваю. Часть печенья я сделаю просто арахисовые, часть делаю с банановой начинкой. Берем бананчик и ложим внутрь печенья и закрываем его. Немного формуем. Чтобы у нас получилась вот такая вот красивая, закрытая со всех сторон печенье. Застилаем противень пергаментной бумагой и укладываем наше печенье. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 13 штук с бананом и 9 штук просто обычных арахисов в печенье. И теперь немного украсим наше печенье. Возьмем вилочку и сделаем вот такие узоры. Банановые немного придерживаем, чтобы не выдавить банан. И отправляем выпекаться в духовку при 180 градусах, где-то приблизительно 12-15 минут. Время выпечки будет зависеть от каждой духовки индивидуально, поэтому смотрите по своей духовке. Отправляем на средний уровень. Ну вот печенье мое уже спеклись. Они еще очень горячие, мягкие, нежные. Нужно с ними быть очень осторожными. Дадим им немного остыть. Ну вот печенье мое уже готово, остыло. Оно получилось очень ароматное. Пахнет просто обалденно. Ммм, а какое же оно вкусное, не передать словами. Я сейчас его разломаю, чтобы вам показать. Вот такое оно внутри. Вот такое с бананом внутри. Очень вкусно. Попробуйте приготовить. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки, комментируйте. Я желаю вам всем счастья, любви и процветания. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok